Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о континентальной философии. Эта лекция будет состоять из двух частей. Во-первых, мы поговорим о экзистенциализме, немного возвращаемся к философии жизни, немного поговорим о герменевтике, феноменологии, экзистенциализме, Хайдегере отдельно и о структурализме, постструктурализме и психоанализме. Скорее, во второй нашей части. Да. Прежде чем обращаться ко всем этим философским направлениям, нужно освежить в памяти вот такую вещь. Как мы с вами знаем, философия в двадцатом веке, западная философия, делится в самом широком смысле на англо-американскую, аналитическую и континентальную. Вот все эти перечисленные направления сегодняшние, они объединяются в понятие континентальной философии. Что характеризует это направление в самом широком смысле? Прежде всего, ряд тем общих с англо-американской философией и задающих тон всей философии двадцатого века. Прежде всего, внимание к языку. Когда мы делим философию на континентальную и англо-американскую, мы говорим не только о географии, мы говорим о немного разных дискурсах, о немного разной проблематике, о немного разной подходе к философии. Верно. Но так сложилось, что он, во всяком случае, поначалу совпадал с географическим делением англо-язычной философии. Континентальной мы имеем в виду прежде всего французскую и немецкую философию. Итальянскую. Итальянскую. А также испанскую, ну, в общем... На вторых ролях. Существовавшую на европейском континенте в противовес британским островам и бывшим английским колониям. Теперь, следующий момент. Мы поговорили о сходстве. Теперь надо обозначить, наверное, различия. Главное различие, это, наверное, противопоставление сиентизма и антисиентизма. То есть вера в науку одних и критика науки другими, или научного подхода шире, научного мировоззрения. В этой связи нам надо несколько слов сказать, пожалуй, напомнить, точнее, о философии жизни как предшественницы континентальной философской традиции. Мы помним, что она зародилась в 19 веке. Помним Шпенгауэра, Киркигора, Ницше и других товарищей, которые заложили основы метода философствования, о котором пойдет речь сегодня. Принято считать, что континентальная философия зародилась благодаря работам, ну, прежде всего, нескольких людей, но прежде всего, Эдмунда Гусарля, который является основоположником философского течения, известного как феноменология. Гусарль был математиком, был философом, и его интерес к проблемам, лежащим на стыке этих двух областей, в общем-то, роднит его с родоначальниками аналитического движения, прежде всего, с Бертраном Расселем. Как ни странно, феноменология Гусарля была попыткой построить наукоподобную философию, и это совершенно объединяет его с позитивистами. Но вот различие в технике было довольно драматичным. По мнению Гусарля, и это тоже его не сильно отличает от остальных, многих других философов, знание, корень знания находится в очевидном. То есть, всякое наше познание должно быть сводимо к очевидному. Так вот, очевидность дается нам через призму сознания. И это тоже, в общем-то, не самый новый тезис. Канта можно вспомнить, Декарта и так далее. Новым было внимание или степень внимания Гусарля к проблеме анализа сознания, содержимого сознания. Само понятие феноменология – это изучение явлений или феноменов. И его Гусарлевский метод, получивший название феноменологической редукцией или метод вынесения за скобки, или как там его… Этот метод составил основу феноменологии. В чем заключается эта исследовательская позиция? По мнению Гусарля, в нашем сознании соседствует объективное содержание, восприятие предметов и идей. Гусарль считал, что мы можем воспринимать идеи. Это его делает, в общем-то, отчасти платонистом. Так вот, эти объективные восприятия соседствуют с субъективными состояниями, с эмоциями, с какими-то переживаниями, чувствами, которые необходимо разделить одно и другое. И сосредоточиться на первом, вынеся за скобки, вот здесь, собственно, эта феноменологическая редукция, упростив второе. И в этом случае, если нам удастся эта психологическая, по сути, операция, мы продвинемся на шаг ближе, на большой, важный шаг к построению философского обоснования научного знания. Ну, самое, наверное, главное, что нам надо сказать про Гусарля, это то, что мы уже сказали, особенности его метода, от которого, собственно говоря, и пошла, в частности, эксенциалистская традиция в лице Хайдеггера. Совершенно верно. Я немножко увлекся Гусарлем. Это несправедливо, потому что то, что последовало за ним, разумеется, представляет большой интерес. А за ним последовала философия его ученика Мартина Хайдеггера. Хайдеггер назвал свое учение фундаментальной антологией, поставил задачу докопаться до первооснов бытия, и с этой целью он взял гусарлевский метод, феноменологической редукцией, и повернул его с ног на голову. То, что раньше Гусарлем выносилось за скобки, человеческое, слишком человеческое, Хайдеггер было провозглашено главным предметом философского анализа. Хайдеггер считал, что человеческая экзистенция или Dasein, как он был мастером изобретения новых философских слов. Так вот это самое Dasein проявляет себя через погруженность во время, через чувство конечности, через тревогу, заботу, будучи постоянно направлено вовне, пытаясь произвести какие-то действия внутри. Хайдеггер тщательно описывает, глубоко описывает жизнь человеческого Я, человеческой экзистенции. Благодаря ему в философский лексикон входит это словечко «экзистенция», призванное описать человеческое существование в противовес всему остальному. То есть его задача через человеческое существование докопаться до фундаментальных антологических оснований. Верно. Книга Хайдеггера «Бытие и время», которая вышла в 1929 году, была призвана решить как раз эту задачу. Хайдеггер считал, что «Бытие», здесь он следует Гуссерлю, дается нам в сознании человеческом, поэтому первый шаг – это анализ самих себя, с тем, чтобы затем выйти за пределы себя и найти собственно «Бытие». Но мы знаем, что Хайдеггеру удался первый шаг и не так успешен был его второй шаг. Бытие и время, в общем-то, не решать вторую задачу. Ну, это ранние его работы. Да. Ну, давайте, наверное, тогда перейдем к экзистенциализму вообще. Иногда Хайдеггера принято относить к экзистенциализму, хотя сам он себя так не называл. В частности, я думаю, здесь надо перейти к Ясперсу, как к известному оппоненту и другу, хотя бы в начале, Хайдеггера – Карлу Ясперсу, который родился в 1883 и умер в 1969 году. Когда мы говорим о Ясперсе, важно понимать, что он достаточно противоречивый философ, потому что, несмотря на то, что ему очень близко было понятие веры, которое он противопоставлял религии и говорил о не религиозной вере, а вере философской. То есть для него основной процедурой познания, насколько я понимаю, является такая вера, которая, будучи противоположной вере религиозной, основана на разуме, но в то же время предполагает некое прямое усмотрение истины. И что роднит его с Хайдеггером – это, наверное, использование понятий экзистенции, трансценденции, но для него понятие трансценденции приближается к понятию Бога. Экзистенция представляет собой уровень личностного существования, близко к понятию души, и трансценденция уровень существования, бытия вообще. И самая главная проблема – это выскочить, перейти с одного уровня на другой. То есть проявить через индивидуальное существование, существование бытия вообще. У Ясперса есть интересная теория, объясняющая возникновение этой самой философской веры. Он говорит об осевом времени, об осевой эпохе. Мы назвали Ясперса как одного из главных представителей религиозной ветви, были и другие. Нам следует сказать несколько слов и об их коллегах-противниках, атеистических экзистенциалистах. Так называемых. Совершенно верно. Ну и здесь главной фигурой, пожалуй, является Жан-Поль Сартер. Можно сказать, что экзистенциалисты этой французской «Атеистические ветви» не так охотно философствовали. Они гораздо с большим интересом занимались литературной деятельностью, публичной деятельностью, публицистикой, общественной деятельностью. Вот Сартер, пожалуй, наиболее систематичный. Он является автором самой большой, наверное, философской работы «Бытие и ничто», написанной атеистическими экзистенциалистами. Но это не главная его работа. Мы знаем романы, эссе, пьесы, знаем важную работу экзистенциализма. Это гуманизм, который считается манифестом экзистенциализма. Да, небольшая работа, но достаточно содержательная. К ней вот хотелось бы отослать студентов, интересующихся этим живым направлением. Что привело к возникновению экзистенциализма? Если говорить попросту, то экзистенциалисты взяли философию Хайдегера и ее эмоционально насытили. Там, где Хайдегер проводит холодный анализ дозайн, говорит о человеческой конечности, о бытии к смерти и проводит такую философскую фиксацию, там экзистенциалисты заговорили языком эмоций. Там они превратили философский анализ в нравственный и деятельностный посыл. Поэтому для них важными, самыми главными категориями их философствование становится заброшенность, абсурд, тоска, смысл жизни. Да, верно. И свобода. Сартра, безусловно, можно назвать философом свободы или певцом свободы. Его философская подоплека, его теории восходит, наверное, еще к средневековью, к Фоме Квинскому, развлечению сущего и сущности. Согласно Сартру, в этом его новация, базовым свойством человеческой экзистенции, человеческого существования является то, что в нем существование в человеке предшествует сущности. То есть мы приходим в мир и только после этого начинаем творить себя, будучи абсолютно в этом творчестве свободным, выбирая пути своего развития, выбирая то, кем нам стать. И благодаря этому обретая смысл. Совершенно верно. Это смыслосозидающая деятельность. Вне этой деятельности смысла нет. Есть абсурд мирового процесса. И только человек, приходя в него, привносит в него смысл. И эту тему, как известно, подхватил Альбер Камю, младший коллега, друг, в то же время соперник Сартра, который предложил оригинальную интерпретацию мифа о Сизифе. Для Камю, в принципе, похожие идеи были значимы, как и для Сартра. Для него главной проблемой становится проблема абсурдности бытия. Да, да. Он на ней сосредоточен. И в его интерпретации человеческая жизнь похожа на этот труд Сизифа, который катит камень в гору, зная, что он сорвется, зная, что эту операцию придется повторять снова, или кому-то еще придется повторять, если говорить в рамках человеческой жизни. Поэтому, видимо, их и называют, поэтому мы имеем основания называть их атеистическими эксенциалистами, потому что нету Бога, они сразу отказываются от идеи Бога, который бы придавал человеческой жизни смысл. А раз его нет, человек изначально оказывается заброшенным в этот бессмысленный мир и должен бороться с этой бессмысленностью. И, видимо, в этой борьбе, как я понимаю, для Камю есть смысл. Да, для них это интеллектуальная уловка. Постулирование Бога вне мира снимает с человека большую долю ответственности. Слишком многие вопросы решаются этой сильной гипотезой, допущением существования Бога, который о нас заботится и который наполняет нашу жизнь смыслом, целями. Такая уловка нас и ограничивает, и вводит в заблуждение. Поэтому дистанциалисты призывают от нее наотрез отказываться. Эксенциализм, его пик пришелся на середину века, на 60-е, 70-е годы в основном. Дистанциалисты стали кумирами молодежных движений конца 60-х, и не только во Франции, но и в США. Но так получилось, что их мировоззренческий пафос, их политический импульс постепенно сошел на нет. И интеллектуальная публика стала уделять больше внимания во Франции, прежде всего, более строгим философским теориям. В частности, в конце 60-х, начале 70-х на авансцену вышел структурализм, о котором мы поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok